Под колесами автобуса погибла женщина. Трагедия произошла сегодня днём на улице Файзи. Очевидцы рассказали, что женщина вместе со своим мужем переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент произошёл наезд. Пешехода сбил автобус 18 маршрута. От полученных травм женщина скончалась на месте. Местные жители рассказали, что на этом перекрёстке автомобили практически никогда не снижают скорость. И это несмотря на то, что через дорогу там находится школа. В данном ДТП усматривается нарушение права дорожного движения водителям автобуса, который не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Хотелось бы отметить, переходя проезжую часть, даже если по пешеходному переходу, убедитесь, что вас пропускают автолюбители. Полицейские задержали карманного вора, который совершал кражи в общественных местах, магазинах, аптеках и просто на улице. Одно из преступлений зафиксировала камера видеонаблюдения. 31-летний мужчина достал из сумки пенсионерки кошелёк. Эта видеозапись сделана в одной из аптек Казани. На кадрах видно, как пенсионерка беседует с кассиром. Сумку она поставила возле себя. В какой-то момент, делая вид, что разглядывает витрину, к женщине приближается незнакомец. Однако фармацевтическая продукция его явно не интересует. Прикрыв руку чёрным пакетом, он похищает кошелёк из раскрытой сумки и быстро покидает аптеку. Одно из заявлений поступило в отдел полиции Ямашевский 7 апреля. По словам потерпевшей, вечером 5 апреля, находясь в аптеке, из её сумки неизвестные похитили кошелёк с наличностью. Для установления всех обстоятельств произошедшего сотрудниками полиции были изъяты записи, сделаны камерами внутреннего видеонаблюдения. Благодаря этим записям оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 31-летний безработный Казанец. На жизнь он зарабатывает исключительно карманными кражами. В ходе расследования выяснил, что на счету злоумышленника ещё несколько преступлений. Преступление мужчина совершал один, без сообщников. Из сумок и карманов он похищал только кошельки, телефоны и другие ценные вещи всегда оставлял нетронутыми. Всего полицейские подозревают Казанца в четырёх кражах. По предварительным подсчётам ущерб составил чуть больше 10 тысяч рублей. Свою вину он полностью признал. В настоящее время ведётся следствие в рамках объединённого в одно производство уголовного дела, возбуждённого по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. По решению суда подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня Вахитовский районный суд выбрал меру пресечения двух мужчин, которые подозреваются в крупном мошенничестве. Следователи полагают, что задержанные являются так называемыми чёрными риэлторами. По материалам дела с 2013 года они успели обмануть нескольких пенсионеров и заработать на их квартирах свыше 4 миллионов рублей. Группа риэлторов состояла из четырёх человек. Несмотря на то, что промышляли злоумышленники с 2013 года, задержали их только на этой неделе в среду. Обвиняемым в трёх эпизодах хищения путём обмана и злоупотребления доверием потерпевших, которым причинён ущерб на общую сумму 4 миллиона 387 тысяч рублей. По версии следствия, четверо предпринимателей основали свой бизнес в 2013 году. Его основой были денежные займы за счёт недвижимости. Обычно их клиентами становились пожилые люди. Полицейские полагают, что вместо документа о займе пенсионерам предлагали договор купли-продажи. Люди, не задумываясь, ставили свои подписи. При решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, судом учтены обстоятельства совершения инкриминируемых деяний, а также то, что наконец на свободе обвиняемые могут продолжать заниматься преступной деятельностью, оказать давление на участников уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, либо иным путём воспрепятствовать производству по уголовному делу. В следующий месяц подозреваемые в мошенничестве молодые люди проведут в следственном изоляторе. Следователи полагают, что на счету чёрных риэлторов более 50 фактов мошенничества. Правоохранители просят всех, кто пострадал от действий этих людей, звонить по телефону, указанному на экране. Сегодня работа Вахитовского районного суда была экстренно остановлена. В здании сработала пожарная сигнализация. Таким образом, спасатели МЧС провели крупномасштабное учение. Услышав тревожный сигнал, сотрудники спрятали документы в несгораемые сейфы и спешно покинули здание суда. В учениях приняли участие 137 человек. Сегодняшние учения прошли в целях противопожарной профилактики, направленной на отработку взаимодействия различных служб. Легенда такая, что после заброса бутылка зажигательной смещи загорелась в зал суде здания, когда эвакуировали оттуда подсудимое нападение на конвой. Пострадал наш сотрудник, эвакуация пострадавшего. И связи с пожаром, эвакуация всех сотрудников. В районе суда сотрудников более 130 человек, плюс посетителей. Норматив эвакуации 4 минуты. Мы уложились в 3 минуты. Сегодня утром на улице Серова лоб в лоб столкнулись Кео и Лады Гранта. Причиной аварии стала обледенелая дорога. При входе в поворот водитель на марке не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Дорога тут довольно узкая, и водителю отечественного автомобиля просто не осталось места для маневра. Скорость обоих автомобилей была невысокой, и никто не пострадал. На улице Сершова столкнулись села Докалина и грузовая «Газель». По предварительным данным, виноват в аварии водитель «Газель», однако он свою вину не признал. На зеленый мигающий стафор я выехал. Со скоростью примерно где-то 40 км. «Газель» по левой полосе навстречу. Тоже на разворот пошла. Хотя за обречающий этот знак стоит. Казалось бы, в этой ситуации все вполне очевидно. Двигаясь в сторону центра, водитель «Газели» не посчитал нужным следовать предписанию знака. Однако, заметив «Калину», шофер нажал на тормоза, отчего «Газель» покатилась юзом по обледенелой дороге. Машину развернул, и это отчасти смягчило удар для «Калин». В то же время, предполагаемый виновник ДТП наставил на том, что второй участник аварии также нарушил правила. Я, говорит, якобы на красный выезжал. Вы? Да. То есть, если даже на красный, допустим, если я, напустим, на красный, по его словам, выезжал, то есть, светофоры, они синхронно работают, то есть, получается, и он на красный выезжал. Светофоры на этом перекрестке в обоих направлениях загораются синхронно, так что водитель «Калины» прав и в этом случае. При ударе его машина налетела на металлический швеллер «Газели», серьезно повредив всю переднюю часть. А вот с получением денег на ремонт машины у владельца «Калины» могут возникнуть определенные сложности. Дело в том, что у водителя «Газели» просрочен полис «Осага». Внезапное ухудшение погодных условий стало причиной аварии, которая произошла на улице Баторина. Автобус 89-го маршрута налетел на автомобиль «Мини Копер». Во время столкновения городской транспорт едва не вытолкнул иномарку с дороги. Двигался по крайней правой полосе, заметил, что на меня сваливается, я так образно говоря, вот этот автобус, который просто занесло вот здесь вот на очень скользкой дороге. Наиболее вероятной причиной, которая привела к этой аварии, стал гололед. Тем более, что на этом повороте имеется небольшой уклон. Формальное движение по крайней правой полосе для легковых машин тут не запрещено. В то же время это создает определенные сложности и для маневра городского транспорта. От серьезной аварии уберегла лишь небольшая скорость автобуса. В любом другом случае многотонная машина легко опрокинула бы Купер, откинув его на высокий поребрик. Единственное, что я смог осуществить, это вот вырулить, в данном случае, направо колеса, для того, чтобы просто не сломать ходовую, если он меня будет прижимать, что-либо другое. Но, сами видите, здесь было сделать невозможно. Мини Купер, к слову, машина не из дешевых. И даже ремонт поврежденного зеркала, а также боковых царапин будет довольно затратным. Водителю автобуса остается надеяться, что эти расходы возьмет на себя его автотранспортное предприятие.